Здравствуйте! Этот выпуск в рубрике «Ответы на вопросы» я решил начать с краткого пояснения, о чем будет это видео. Конечно, я скопировал определенные комментарии, чтобы была некая канва логических связей, интересных тем, а темы вот какие. Одна из них меня даже в шок повергла и заставила многое о чем задуматься. Ну, в общем, суть такая. Да, ну а вы подумаете, как раз интересно вам будет смотреть или нет, хотя я вам скажу честно, поверьте, и это будет интересно любому человеку, кто вообще не разучился мыслить, думать и анализировать, задавать себе вопросы, порой неудобные вопросы, то есть слушать их, думать и принимать какие-то разумные действия. Возможно, и менять свою жизнь в чем-то, во благо себя, семьи своей и окружающих. Итак, темы такие. Дешевые отмазки людей, когда они не хотят чего-то менять, продажа фроловым, то есть мною, своей продукции, кого это залит, есть такие, кого это прямо аж залит, аж бесятся. Как мои видео, направленные на восторжествование справедливости, действуют на порядочных людей, а как на непорядочных, в чем очевидная разница между ними, это вы увидите в самих письмах. В самом слоге, в самой логике будет поднята в одном письме очень глубокая тема перерождения сознания общества, то есть когда все с ног на голову действительно, и так во всех сферах. А далее про правду, совесть и мою наивность. Вот это письмо меня просто потрясло, и впервые действительно о многом задумался, и кратко сейчас вам вот отрывочек зачитаю специально. Так вот, пишет женщина, что фролов презентует все крутое, которое составит конкуренцию всему на этом рынке, и его постить даже у меня рука, она там работает, ну поймете потом кем, рука не поднимется, хотя я поборник всего экологичного, ведь при раскручивании данного таланта, я зачитываю как есть, да, как фролов, я не буду иметь денег ни на что, а у меня коммуналка, мама, там идет речь про выплату процентов, женщина работает в определенной компании, и вы знаете, сколько у меня возникло мысли, о чем я подумал, я о некоторых вещах впервые в жизни задумался. Вот и судите, кто есть кто, каков человек, и я в том числе. Вот даже по таким очень характерным моментам, ну поймете сейчас все, когда я дойду до этого письма. Обязательно отвечу такой группе людей в лице одного товарища, который написал, что жить надо с кайфом, и все равно больше не проживешь, чем, мол, положено отведено. Ну вот такой группе я отвечу очень хорошо. И не только я, сами люди, другие письма. Самих же зрителей будет ответ таким. Так вот, а перестал есть мясо человек, здоровье лучше или хуже стало? Вот давайте обо всем об этом и о многом другом поговорим. Да, и зачитываю, кто не знает, я письма, которые мне в ютубе под роликами разными люди пишут. Татьяна Филимонова, дорогой Юрий Андреевич, спасибо вам за ваш труд, за знание, что несете в мир. В семнадцатом году отказ от мяса, случилось это резко. Через осознание, что я убийца, вспомнив, как в детстве, все лето, какие-то корешки копало в лесу, горох, морковку, огурцы, но родители подавили авторитетом. Как изменилось осознание? Вы понимаете? Вы вдумываетесь в каждое слово. Ведь речь идет о том, что то естество от природы, что и есть основа нашего биологического вида в плане питания, а мясо не является как раз нашим видовым питанием, безусловно, потому с детства все эти инстинкты, если хотите, подавляются. Кем? Обществом. Родителями, как взрослыми членами этого общества, выросшие также подавленными. Понимаете, о чем речь? Вот она истина, от которой не надо отмахиваться. И я не предполагала, что так завязано на питании. Земля гудела под ногами, параллельно отказалась от спиртного. Ну, это вообще употреблять нельзя. Но во многих обществах это пока еще считается как нечто естественное. Я смотрю на таких людей, мне просто становится плохо. Прошел месяц, я задаю вопрос, что с остальным питанием делать? И пришли ваши видео. Я два месяца сидела и конспектировала все ваши длинные видео. 12 тетрадей накопилось. А здесь мораль такая. Некоторые люди, кто по глупости своей, кто по разочарованности во всем остальном, не видя разницы, отмахиваются от моих видео, пишут какие-то гадости. Кстати, некоторые потом извиняются, годы спустя. И, как говорится, вот прям реально извиняются, что я был идиотом. Правильно вы нас называли таких. И так далее. Такие письма есть. Так вот, я советую чисто по-человечески. Просто вот поверить пока хотя бы в то, что если вы начнете изучать мои видео, вы потом скажете, как хорошо, что вы вот каким-то словом или фразой или чем-то заставили нас все-таки это делать. Для нашего же блага. А понял я это только сейчас, спустя какое-то время. Это просто мой совет. Идем дальше. Роберто. Ну, тут прям классика. Веганы, пишут он, поедая растительные организмы, тоже их убивают. Вроде где-то читал преследование, что растительные организмы также все чувствуют. Сразу тут скажу, вот тем людям, кто такое захочет произнести, а это прям как под копирку с того, с чего я начал. Вот это видео. Отвечая подробно на просьбу одного человека, который написал, вот мне мой знакомый или там родственник, неважно, такой же написал, а я не знаю, чем парировать, вы подскажите. Им я там разошелся по полной. Я там разобрал по косточкам все это. Вот посмотрите это видео. Ну, все, что я сейчас буду говорить, советовать. Вот видео или что-то еще будет прям под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Не пишите, где это посмотреть. Это все всегда под видео, которое вы смотрите. Все подробно дано по ссылкам. Так, я просто кратко только поясню. Есть нервная система у растений? А кровеносная? Дальше я не буду пока пояснять. Дальше. Получается, что все веганы убивают больше, чтобы насытиться. Это, конечно, глупость полная. Далее. Тут уже вопрос только в полезности. Нет, конечно, тут не в полезности. Если бы вы были правы, да, вопрос был бы в полезности. Но вы глупость написали. Далее. Не убивать, если ешь, к примеру, фрукты, ягоды, где все вкусно и полезность создается специально, чтобы их съели. А оставшиеся семена перенесли на новое место. Ну, это правильная мысль. Это абсолютно правильная мысль. Ну, ладно, подробное в том видео. Вот прям посмотрите и вот не пожалеете. Далее. Метаногия. Благодарю вас, Юрий Андреевич. Все ваши продукты действительно уникальны. Проверил на себе парадокс в том, что слабые люди настолько придавлены своими привычками, что даже имея важную, подтвержденную живым примером информацию, выбирают пассивный подход к жизни, придумывая на ходу нелепые отговорки. Кстати, обратите внимание на то, как человек выражает свои мысли. И потом обратите внимание, как их выражает тот, кто является, по сути, бандерлогом. И вот на чьей стороне возникает правда? От каких позывов идут те или другие мысли и выражения, а? Ладно, продолжаю. Сильные люди всегда борются со своими привычками. Абсолютно верно. Как бы тяжело и больно, это не было. Учитесь, слушайте, интересуйтесь, экспериментируйте. Открывайте, думайте, меняйтесь. Ну, я просто присоединяюсь на все сто. А вот теперь тема «Перестал есть мясо, здоровье лучше или хуже стало?» Говоря уже не только о этической стороне, без которой не может жить нормальный человек по совести, но и о здоровье. Валерий Баумейстер. Спасибо за это полезное и познавательное видео. Ваш труд очень ценный. Я уверен, что он дал здоровье и спас жизни многих людей. Это абсолютная правда. Я последовал вашему совету и перестал есть животную пищу. Результат? Колено уже не болит. Ступня почти уже перестала болеть. Я тоже хочу видео про активацию митохондрии. Ну, кстати, я сделал уже это видео про митохондрии. Это есть. Ссылку дам под этим видео. Кстати, и еще видео. Вы можете спрашивать здесь, а что же тогда есть? Поэтому я такое видео и снял под названием «А что же тогда есть?» Кстати, у кого не проходит просто так? Не у всех же людей вот так, как у этого человека возьмет и пройдет. Нет. Очень сотни проблем и их комбинации, понимаете? Поэтому реклама, извините. Вот гель для суставов есть уникальный глубокого проникновения, который, и это подтверждено, научно-лабораторно есть на этой бумаге, заставляет регенерировать хрящевую ткань. Давайте тут сделаем рекламную паузу. На одну минуту всего, очень важную. Это товары, которые вам нужны. Даже если вы скажете, что они вам не нужны от протеста, от злобы, от глупости, то они вам все равно нужны. Почему? Посмотрите эту рекламу. Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит, снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло. Давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если что, у нас открылся новый сайт по крупным злакам и бобовым культурам, только по BioOrganic сертификатами. Ссылочку на этот сайт тоже оставлю. Никита, здравствуйте, Юрий Андреевич. Можете ли вы сделать видео про вред видеоигр? Далее там вот человек пишет большой текст. Вы знаете, там очень много нюансов. Казалось бы, однозначно можно ответить, что вредно. Тут есть свои нюансы, потому что вот Никита очень глубоко копнул и вроде бы противоречия кажущиеся вот на свет выставил. И вот как, мол, быть? Ну, вы знаете, я вообще подумал, что стоит сделать отдельное видео. Это очень важные психологические и не только моменты здесь есть. Вот как вы считаете? Нужно сделать это видео, разобрать по полочкам тему видеоигр вообще в целом. Влияние на психику нервы, формирование зависимости или снятие стресса. Тогда напишите под этим видео прямо в комментарии. Сделайте видео про видеоигры. Далее очень глубокая мысль по теме перерождения сознания общества. Валентина Богушевич. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Как всегда блестяще. Это было под видео ответы на вопросы последние, скорее всего. Как всегда блестяще. Я уже писала, что перестала есть мясо в один день, три месяца назад. И без проблем. Не ем и не хочется. Но вот что я подумала. Не представляют ли осознанные веганы, сыроеды определенную угрозу для управленцев? Ведь думающими людьми не так-то просто управлять. Это абсолютно верно. Потому из людей во всех практически странах мира и делают стадо, не умеющие логически мыслить, живущие ради низких инстинктов, ради примитивных наслаждений. Быдло, по сути. Да, такими людьми управлять просто. Далее по тексту. Сейчас проходит Венецианский кинофестиваль, на котором они продвигают тему каннибализма. И был представлен фильм «Кости и все такое». После показа этого фильма была девятиминутная овация стоя. Публика в восторге. Они когда-то из нас сделали мясоедов, теперь делают людоедов. А мы мясо не едим. Что ждет неверных в будущем? Задает вопрос Валентина. Спасибо вам за наше прозревание. Я хочу здесь сразу сказать еще глубже. Что происходит в мире? Мир разрушают. Уничтожают людей. Уничтожают человечность и вообще, по сути, цивилизацию. Отрывают от корней. Душу рвут на части. Да много чего делают. Посмотрите мое видео. Диктатура политкорректности. Посмотрите его. Что я там сказал? Вот это я предсказал в том числе там. И не только это. Посмотрите. Ну а теперь про ту самую правду. Про совесть. И про мою наивность. Ольга Заплетина пишет это письмо. Я очень прошу, Ольга, если вы вдруг посмотрите это мое видео, напишите мне. Ну, можете под видео, но лучше даже вот найдете почту там через сайт и напишите для Фролова. Лично прошу передать. Потому что, конечно, меня прямо это письмо зацепило. Ну вот, зрители, слушайте почему. Хочу ответить непонимающему. Речь, скорее всего, шла про очередного человека, который злился, негодовал по поводу того, может быть, что я что-то продаю. И что от этого якобы ценность информации, которую я несу, сразу падает. Но это вот для дегенератов. Потому что это никак совершенно логически не связано. Как будто человек не может продавать то, то принесет благо. И говорит об этом потому, что это по теме. Мол, критикуешь, предлагай. Итак, хочу ответить непонимающему. Все очень просто. Я работаю в замечательной компании. Мы продаем натуральные продукты. И у меня, как у работника, есть обязательство пользоваться своими продуктами и рассказывать только о них. Кстати, я сразу сделаю паузу, что меня удивило. Я вот никогда в жизни не думал сотрудникам своей компании говорить о том, чтобы они продвигали мою продукцию, рассказывали кому-то только о ней и даже пользовались только ей. Кто хочет, сам покупает. Ну, естественно, по своей особой внутренней цене. Ну, своим сотрудникам это понятное дело. Кто-то рассказывает, это я потом узнаю. Просто так, потому что, ну, душа, что называется, просит. Или просто, ну, так хотят. Но вот чтобы заставлять или предлагать, ну, вот я не знаю, чем это говорит. Даже я вот задумался, как сторонний человек попытался себя поставить на место просто человека, о чем он говорит факт. Вы знаете, вообще я отвечу вот от себя лучше. Вот некоторые еще говорят комментарии какие-то. Есть такие люди, один из тысяч там, что пишут люди, типа это боты заказные. Вот я, знаете, я даже не знаю, как сказать на это. Я бы лучше, знаете что, повесился или застрелился, чем был бы такой мразью. У меня был такой случай, когда мы с одной компанией стали работать, продавать их очень хорошую продукцию, но я стал видеть, ну, это очевидно, что что-то комментарии какие-то попадаются, такие идиотские, дешевые, вот явно выдуманные, восхваляющие продукцию. Я сразу обратился, сказал, вы что делаете? Они говорят, ну да. Я говорю, вот или не будем работать с вами, или никогда себе такого не позволяете. Это мерзость и низость. У меня, понимаете, органическое отторжение от подтасовок вот этой подлости. Вот все, вот все, что вы читаете на, не знаю, там, на сайтах у меня, да, в главном блоге efrow.blog сайт или под видеороликами в Ютубе, нет ни одного, ну, кроме вот таких случаев, и то я говорю, что это просто было вот под определенной продукцией, да, там это, значит, и только. Никогда никто не писал вот такую подлую, хитрую маркетинговую ложь. Это нельзя делать. Я призываю всех, кто занимается продажей или у кого, никогда, пусть ваше качество продукции, пусть ваше может быть умение представлять это качество продукции. Пожалуйста, учитесь, возводите, так сказать, в ранг искусства это умение. Если оно соответствует, ну, тому качеству продукции, то оно пойдет даже по высоким ценам. Но если производство по себестоимости дорогое, если продукция не может быть дешевой, а такое, разумеется, есть и может и будет всегда. Разное качество есть. То тогда, так сказать, и это, несмотря на цены, все будет продаваться. А кто вот такими методами хитрыми? Вот то, что мне никогда в голову не приходило, что это первое, да? Итак, я продолжаю зачитывать письмо Ольге. Так вот, заставляют рассказывать о своей продукции. Уважаемый Юрий Андреевич презентует все крутое, которое составит конкуренцию всему на этом рынке. И его постить, но, вернее, тут правильнее было написать, наверное, но его постить, потому что, видимо, хочется рассказать о моей продукции, но его постить, даже у меня рука не поднимается. Хотя я поборник всего экологичного. Ведь при раскручивании данного таланта, как Фролов, я не буду иметь денег ни на что. А у меня коммуналка, мама и много задач. Так, тут сразу вторая глубокая тема. Скорее всего, речь идет, опять-таки, про мою наивность, да? И честность. Для тех, кто этого очевидного не понимает, не видит. И еще меня оскорбляет мерзавец, то есть человека, на оскорбление которого нет никакого ни повода, ни права. Абсолютно. Раза два-три. За всю жизнь было, когда мне сами об этом писали люди, что давайте там какой-то процент, там это, и мы будем тоже вот раскручивать продукцию вашу. Я как-то так это холодно отнесся, и не стал ни с кем так не сотрудничать за процент. Ну, был какой-то человек, временно поработали, и все. И я вот думаю сейчас, а действительно, ведь многие фирмы так работают, заинтересовывают кого-то процентом, и эти люди сами, ну, как Алиэкспресс существует, да и так далее, процентовый плач, и тут люди пыжатся сами уже. Видеоканалы есть, где они вот как распечатывают, получают, хвалят. Я думаю, а почему нет? Я вот не пользуюсь всеми этими хитрыми американскими приемчиками. Ни в чем. Ну, только правдой. Только простой, без голых сисек, извините за это выражение, в рекламе своей продукции, а просто простым словом, от разума к разуму, от сердца к сердцу, и все. И такая должна быть реклама, только такая. А то, что мир с ума сходит, в этом я не виноват. И подстраиваться под этот искалеченный больной мир я не собираюсь, я собираюсь его переделать. Но, по крайней мере, в том масштабе, в котором я смогу это сделать. И вот действительно, Ольга, а напишите, вот почему нет? Вы искренне, вам моя продукция нравится? Вы понимаете, какого она уровня? Как она важна действительно людям? Напишите, может быть, действительно, так сказать, сделаем какую-то такую работу? И не только к Ольге я обращаюсь. Когда, да, человек, ну, прикладывает свой труд, в свое время, часть своей жизни показывает другим нашу продукцию, презентует, рассказывает о ней, рекомендует и получает за это вознаграждение. Почему бы нет, действительно? И почему я до сих пор к этому не прибег, так сказать, да? Ну, в общем, будет под видеопочта, кто в этом заинтересован будет, кто действительно, ну, только не так соседке своей или маме, папе, а по-честному, то есть у вас есть сайт или там блог серьезный, вы занимаетесь как-то этой темой профессионально, вот тогда да. Чтобы без хитрости было, честно. А не желание только получить там скидку, так сказать, чтобы себе взять вот таким хитрым путем. Только по чести давайте. Но завершает это письмо Ольга так. Покупать потому его продукцию из раза в раз смогу и буду. Я в потрясении, что его я не знала с 14-го года. Это просто, ну, дальше текст обрывается, или это просто ужас имела в виду Ольга, или просто удивительно. И тут понятно, что она, видимо, с 14-го года занимается ЗОЖ-продукцией, а меня не знала почему-то. Действительно, это странно. Ну вот, по крайней мере, теперь, да. А сейчас какие у нас... Вы посмотрите, что мы сейчас стали выпускать. Вот эти два видео последние. То есть какие линейки? Первые в мире, я подчеркиваю, некоторые группы продукции. Ну, например, представьте, консервы и паштеты не просто веганские, и не просто вкусные, само собой, а веганские, при этом сыроедные. То есть без высокой термообработки. Технологии теперь это позволяют сделать. Такой продукции нет в мире нигде, не только в России. И понятны чувства профессионала, честного профессионала в этой области, коим является Ольга, поскольку работает в компании, которая тоже занимается экопродукцией, но как она прекрасно понимает сравнивать мою продукцию, чьей-то другой нельзя. А почему так получилось? Ну, это стечение очень многих обстоятельств, причем многие из которых ковались мной, коллегами моими, там, партнерами и так далее. То есть абсолютная бескомпромиссность, честность, абсолютное неприятие каких-то компромиссов, там, и те задачи, которые казались кому-то невозможными, мы их не считали невозможными и просто добились этого многого. Ну и, пожалуй, еще несколько комментариев, я ведь не закончил тему. Хотя, кто-то скажет, долгое видео получилось. Так, Кирилл Азаров. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Благодарю за очередное видео. С каждым вашим видео мне все легче бросить есть мясо, хотя я к нему и сильно склонен. И алкоголь. Но понимаю, что это надо бросить под корень. Упоминается про цены. А, ну да, это видео ответы на вопрос, видимо, где я опять сказал, да предвидя некоторых злобу, что цены высокие, что я продаю что-то и так далее. И вот человек пишет, Кирилл, упоминается что-то там про цены. Но я не рабщу. Выбрал себе спирулину, хлорелу, герицей, гриб такой, скажу, кто не в теме. И мне хватает, в принципе, сил некуда девать. Благодарю за вашу деятельность. То есть человек говорит о том, что даже если доход у кого-то не очень высокий, чтобы потреблять всю продукцию, или там часть моей, да, а продукцию очень принципиально другого качества, не может быть дешевой, ну не может, это прописные истины, то человек говорит, ну ничего страшного, можно для себя найти определенные группы. И вот даже три продукта человек потребляет, и у него и сила, и энергия появилась. И ему эти деньги окупятся с лихвой, я уж не говорю про здоровье, чисто в материальном плане. Потому что человек сможет больше дела сделать, больше заработать в конечном счете. Тут ведь и это надо иметь в виду. Ладно, продолжаем. Даша Анисимова, Ю на конце. Как всегда, великолепный Юрий Андреевич, благодарю, было интересно, полностью согласна с вами. Буквально вчера моя семилетняя дочь рассказала, как на выходных у бабушки в деревне ей было жалко рака, которого, как и других домочадцев, купили, чтобы съесть. А вот девочка взяла одного рака и положила на пол, и стала его рассматривать. Затем ей захотелось ему помочь. Заметьте, это естественное чувство в нас от природы. Мы расцениваем животных не как еду по естеству своему, бессознательно, естественно, от природы. И только дальнейшие действия, которые калечат нашу психику, членов общества, этим обществом, родителями, в первую очередь, которые заставляют. И тут стандартная схема. Без исключения. Всегда. И так захотелось ей помочь и положить воду. Ей показалось, что ему тяжко без воды. То есть она это почувствовала, да? Она стала просить своего дядю, затем и бабушку, помочь организовать задуманные. На что получила пренебрежительные аргументы. А вы за слогом следите. И дальше сравнить скоро начнется интересно. Что, мол, его и так бы в природе кто-нибудь съел. Ну и прочее. Я уже третий год, как отказалась от мяса, просто мучилась, понимала, не могу его есть. А потом мне попали селекции Агонян и ваши, Юрий Андреевич. И все стало на свои места. Кстати, посмотрите в этой связи, ну хотя бы еще мое видео под таким ироничным названием, в скобках, то есть мясо надо есть. Потом, кто считает, что мы хищники, видео, клыки. Ну и наконец, посмотрите мое старое видео «Девять причин болезней». Да-да, хотя бы это. Продолжаю. Ну вот родственников бесполезно в чем-либо убеждать. Благо, я отстояла вопрос, что дети не будут есть мясо. Ну то есть ее дети не будут. И все вредные, химические сладости, продукты. А химические сладости и продукты там потом мы и так не ели. Ну то есть какая-то осознанность уже была, это хорошо, поэтому этой женщине удалось. Ну и муж меня поддержал. Вот это очень хорошо, когда в семье есть единомыслие. Но не смог долго продержаться без мяса. Говорит, что не готов, но понимает, что нужно перестать его употреблять. Ну что ж, здесь все проще. В этой семье все будет хорошо. Ну идем дальше. И кстати, обратите внимание на ник, так называемый, да, кличку по-другому я, по-старому уж скажу. Вот, так сказать, не имя, отчество или имя, или как хотите, фамилия там, себя, то есть кто вы. А по-английски шарфик. Это шарфик пишет. ЗОЖ это пи. Ну понятно, что дальше по, так сказать, первой строке одноименной, так сказать, песни Шнура. Что такое ЗОЖ? Ну и у него также он рад. Еще улыбочку дебильную поставил. И далее. И пишет со знанием дела, как Шариков, правильно Булгаков здесь, словами Преображенского сказала таких. А пишет шарфик следующее. Выбор такой. Либо живешь недолго с кайфом, либо недолго и пресно. Итог всегда один. Вот что ответить такому дебилу? Я вот считаю, что действительно, как некоторые писали, нет смысла отвечать. Но все же зачитаю до конца. Никто в этот мир ничего не принес и не заберет отсюда. Тоже чушь. Выбор есть у каждого. А вот это абсолютно истинно. Главное не падать в крайности. В крайности? Главное не падать в деградацию, в дегенератство, в быдлячество свое. Вот это, что показали. Потому что если вредные факторы, однозначно убивающие человека и калечащие его во всех смыслах, убрать, то человек при равных прочих проживет дольше. И шансы на то у него будут гораздо выше. И это очевидно. Как можно писать, что выбор такой? Живешь недолго, с кайфом, либо долго и пресно. Пресно? Какой же идиот? Да как раз прекрасно. Как раз с кайфом от того, что нет мерзости в организме. От осознания того, что ты не быдло, а человек, который должен самосовершенствоваться. Вся наша жизнь есть борьба, возвышение над собой. Да, это трудно. Это не плыть по течению с зомби. С кайфом? Каким кайфом? От наркотиков? От бухла поганого. И мясо, которое тоже морфины вырабатывает, тем самым, как бы кайф, как вы называете, создает. Это ложные ощущения, низменные ощущения. Не в этом смысл жизни человек должен искать, и не в этом он есть. Жаль тех людей, которые живут ради жрачки. И тем более, кто одержим зависимостями. И тогда, да, человек недолго проживет, тогда он проживет напрасно. Тогда он потащит за собой в это болото, в этот ад, других людей и будет соучастником преступления массово-масштабного. Какие же есть идиоты и слизни. А далее вот Ирина, например, какие тысячи. Да, ну и вы видите, как выражает свои мысли человек и что для него есть констатация и якобы истина, в которой он упивается и расслабился. Успокоился. Итак, Ирина пишет, например, так. О таких тысячи песен. Всегда ела мясо, но недавно решила и больше не ем. Рыбу еще позволяют. Перестала не только из-за болезни, но и совесть просыпается. Денис, здравствуйте, Юрий Андреевич, благодарю за ваш труд. Лично я после прослушивания вашей лекции полностью отказался от употребления алкогольных ядов. Благодарю. И я очень рад, очень рад. Вот человек не жалеет, что он от дури от этой, от чуши отказался, от этого убийства, самоубийства и убийства других вокруг себя. И это правильно, это естественно. Алиса Керролл. С 17 лет не ем мясо, сейчас мне 47. И ничего, жива, слава богу, здоровее многих мясоедов, естественно. Миднайтстер. Здравствуйте, Юрий Андреевич, продолжаю смотреть ваше видео, где вы не уставая продолжаете пояснять вред мясоедения. Осознаю, что я наркоман. Вот человек нашел себе силу, мужество, честно сказать то, что есть на самом деле. Осознаю, что я наркоман, притом в жесткой степени. Понимаю, насколько мясо въелось в мою жизнь. А я говорю, наркотики, морфины образуются, что вы хотели. Прикипело, приржавело, закисло во мне. Несмотря на то, что он начал свой путь по прекращению мясоедения, уже год, три раза продвинулся до употребления мяса и птицы, и рыбы. Не совсем понятно, здесь написано, возможно, человек за границей живет и немножко по-русски. В общем, более тяжелое не ем уже достаточно давно, года полтора-два. Также продолжаю употреблять яйца и молочку. С нее, с наскоку, тоже не удалось слезть, увы. Но молочку безлактозную. Сразу скажу, самое вредное это молочные продукты. Кроме сливочного масла, потому что там жиры, чистый жир, и в нем нет белка молочного козеина. Кто сразу спросит, а что такое, почему вредно, мое видео, хотя вот это на черном фоне, где я в свое время там, по-моему, ну, какому-то телевизионному каналу, неважно, давал интервью. В общем, посмотрите. Вроде и хочется быстрее, но понимаю, что разные рывки могут навредить здоровью. Нет, не могут. Но я вот перешел свое время в раз, в одну секунду, и все. Когда 30 лет ешь мясо, одним днем дело не решить. Почему? Без вреда для здоровья. Нет, почему? Ведь там есть исключения, да, некоторые люди по состоянию здоровья, но в основном запросто. Вот я, например, легко в один день, в одну минуту. Тем не менее, путь мой долог, но не отступлю от своего. С благодарностью за выпущенные материалы. Надеюсь, что вы посмотрите это видео, и оно вас еще в большей степени укрепит, а также посмотрите то, что я рекомендовал вот недавно, да, посмотреть. И ссылки на это будут ниже. Ну, а теперь как раз дешевые отмазки продолжаем, и то, что Фролов продает там свою продукцию, кого-то это злит. Пишет Илья, 4 года назад, когда мне было 16 лет, представляете, парень пишет, ему 20 лет сейчас. Я очень впечатлился фильмом «Земляне» 2005 года, ну, это и понятно, и резко отказался от всех продуктов животного происхождения. Но так как о том, что нужно по-настоящему правильно питаться, я не знал. И тогда я думал, что лучше сочного стейка с кровью для нас ничего нету. То, по сути, мой рацион тогда составляли одни каши с макаронами, да и помидоры с огурцами. А так как я еще занимался борьбой и тягал железки в спортзале, такой скудный рацион сказался на моем самочувствии, ну, естественно. В итоге я разочаровался и вернулся к молочным продуктам, а со временем к мясу. Постепенно мое самочувствие вернулось к прежнему своему состоянию. Я полностью отказался от идеи веганства и нашел себе кучу отмазок, почему я не смогу жить без мяса и молока. Кстати, видите в этом себя? Только скажите себе честно, вот перед тем, как очередной глупый комментарий написать, а ведь вы такой же человек, правда, и по той же причине. И ведь вы нашли себе, по сути, действительно дешевые, если разбираться в этом, копаться, обосновывать дешевые отмазки для того, чтобы оправдать свою совесть. Продолжаю. Но недавно наткнулся на ваш канал и меня зацепило. Начал захлеб просматривать все ваши лекции и внедрять эту информацию в свою жизнь. Первым делом провел очистку организма от паразитов, совершенно верно, о чем я говорю всегда, долго, некоторые люди слушают, применяют и тогда, как говорит, совершенно другая жизнь. с последующим голоданием перешел на раздельное питание, было у меня такое видео, начал тщательно пережевывать пищу и перестал запивать пищу, начал пить добавки, кстати, о добавках, которые действительно нужны, вот, кстати, беременным, например, посмотрите вот это видео, ну и второе вот недавно выпустил, а именно остаточные минералы, витамины группы В, Д3, порошки сны, телебеды, крапивы, ну это наши порошки, уникальные, вакуумные сушки без потери витаминов и прочих жизненно важных компонентов, которые в нашей пище современной, в нашей жизни не хватает, оттуда многие проблемы, добавил в рацион квашеную капусту, каждый день съедаю по 500 грамм, ем много зелени, кимза, рукола, укроп, благо у мамы на огороде этого добра много растет, это хорошо, за 20 минут до еды выпиваю стакан воды столовой ложкой уксуса, ну то, о чем я говорил, правда я там чайную, ну можно и столовую, ну если проблем с желудком нет, с каждым приемом пищи начал есть лук и чеснок, правильно, в день стабильно уходит одна головка чеснока и одна большая луковица, основу моего рациона сейчас составляют корнеплоды, фрукты и орехи, а также зеленая гречка, так как я тренируюсь, то могу себе позволить побольше фруктов, ну говоря, у своей не сахар, а глюкозе и инсулине, да, ну как бы лучше без, но это вопрос отдельный, очень долгий, вообще много фруктов ем, я отказался от всех шампуней, зубных паст, ну есть натуральный, вот так же наша зубная паста из центральных, ну скажем так, вот этих стержней, стеблей, льна, волокон льна, это абсолютно прекрасный сорбент экологичный продукт, так можно, дезодорантов и прочие дряни, голову мою порошком из крапивы или красной глины, зубы тоже чищу травяными порошками, ну да, а еще полощу прополисом и кокосовым маслом, жую заброс, прекрасно, за первый месяц правильного питания, действительно человек серьезно отнесся к делу, ну вот и видно, за первый месяц правильного питания сильно потерял вес из 89 до 80, ну это естественно, но через некоторое время вес стабилизировался и даже начал набирать, сейчас вешу 84, все правильно, все логично, о чем я объяснял в соответствующих своих лекциях, кстати, дорогие друзья, у меня лекции-то есть почти на любые темы, перед тем, как написать, сделайте видео такое, тогда посмотрите, может быть оно уже есть, далее, такой легкости, такого количества энергии и выносливости, как сейчас, у меня не было никогда, прошли все сопли, отеки, очень страдал от сдутия живота, и постоянного газообразования, извиняюсь за подробности, мог даже где-то пукнуть, не в тему, сейчас всего этого нет, на борьбе, после спаррингов, пяти раундов по восемь минут, когда все лежат задыхаются, я чувствую, что мог бы еще три раза, постолька же, отбороться, понимаете, вот не это ли, в том числе, доказательства того, ну что прав я, а не правы те, кто залятся, по сути на себя, но мне предъявляя претензии, хочу сказать вам спасибо, Юрий Андреевич, от всей души, за то, что делитесь с нами такой, поистине важной, уникальной информацией, да, к тому же еще и бесплатно, кстати, да, треть своей жизни на это трачу, как минимум, а есть, что еще обиднее, неблагодарные негодяи, которые вместо благодарности, как любой, вот такой, порядочный человек, и молодой, и пожилой, мои лекции смотрят, он и в 20 ранее лет, и 80 лет, и совершенно верно, и посмотрите, как и что пишет молодой человек в 20 лет, разумный, нормальный, адекватный человек, вы же чувствуете, что это адекватный человек, нет, ладно, и в завершении Илья пишет, искренне поражаюсь, с тех, кто обвиняет автора в том, что он рекламирует свои же продукты, это просто верх кретинизма, а вы как считаете, напишите, уважаемые зрители, ведь правда, это верх кретинизма, вот тех негодяев, кто злится, обвиняет меня в том, что я, мол, рекламирую свои продукты, и еще заодно скажу, тут добавлю, что кому сразу все понятно становится, мол, реклама, кстати, для них я сделал видео, которое так называется, все понятно, реклама, тоже оставлю под этим видео, вас же никто не обманывает, вам только лучше будет, если вы внедрите эти продукты в свою жизнь, можете сами на себе проверить, как это сделал я, если на слово не верите, а то, что Юрий Андреевич с этого деньги зарабатывает, так я считаю, что вы ему еще и сверху должны доплачивать, если вы порядочный человек, Илья, благодарю вас за такое письмо от души, искренне это очевидно и видно любому нормальному вменяемому человеку, ваши чувства абсолютно понятны, вот к сожалению, очевидно и непонятно некоторым, я считаю, что, конечно, общество должно так воспитываться и воспитывать себя, чтобы таких людей вообще не оставалось на свете, чтобы с малых лет человек понимал абсолютно, что такое белое, что такое черное, что такое хорошо, что такое плохо, что такое порядочно, а что такое непорядочно, Чтобы человек отвечал за свои слова, чтобы человек не имел права и никогда не мог обидеть, которого нельзя обижать. Просто по определению, просто по критериям справедливости, честности и добра, понимаете? Но это уже совершенно отдельная тема, какое должно быть тогда общество. И какое общество в результате нам, к сожалению, а вот именно такое нам не дали враги народа и дураки построить. Последнее зачитаю и уже хотел еще, ну оставлю для следующих. Ладно, Елена Роттермель, вы просили писать мнение о просмотре на видео. Так вот, основная масса людей, разучившаяся думать стадо, она живет под влиянием социума и соцсетей и тому подобное. Они не разбираются ни в одном вопросе, который вы поднимаете на своем канале. Вместо того, чтобы развиваться и благодарить за знания, они хамят и критикуют. С ними нет смысла вступать в полемику. Лучше сразу блокировать возможность писать комментарии. Ну, удалять такие комментарии, я стараюсь это делать, чтобы нервы себе не тратить, просто банить их таких вот. Но, однако, иногда все-таки не могу и отвечаю. Жаль только ваших ресурсов, ну жизни, я бы сказал, да, на это дело. Есть каналы, которые я просто отключаю для всех возможностей. Ну, писать комментарии, да. А, комментировать вот пишут. А вам лично большое спасибо за знания, труд, неравнодушие. И я, Елена, вас благодарю. Ну, пожалуй, на этом все. Я хочу попросить вас, дорогие уважаемые зрители, разумные люди, честные, порядочные люди, напишите, что вообще об этих темах очень важных, которые сегодня я понял в этом видео. Что вы думаете? Что вы хотите сказать? Что написать? Напишите, не поленитесь. Ну, а на этом, пожалуй, на сегодня все. Я лишь хочу попросить или даже порекомендовать, вот знаете, послать это видео тем, кто задает себе эти вопросы, или наоборот, тем, кто не задает. Но вы чувствуете, что важно попробовать пробудить в человеке эти важные мысли, по крайней мере так. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.